Род снова быть с вами, мы продолжаем наше учение про ангелов, бесов и вас. Именно часть и вас меняет все. Это не теоретическая дискуссия. Мы пытаемся понять, как духовные силы влияют на нашу жизнь. В этот раз мы будем говорить о духовном терроризме. Это странная, но важная истина. Есть истина, о которых мы не хотим думать. Мы стараемся избегать их, как избегаем визитов к врачам или писем из налоговой, но на самом деле это важная информация. Знать правду о духовных силах, формирующих ваши дни и ваше будущее, не просто важно, а критически важно. Доставайте свои Библии, блокноты и открывайте свое сердце. Давайте посмотрим вместе, что Бог сегодня приготовил для нас. Мы проходим цикл под названием «Ангелы, бесы и вы». И вы — это важная часть, это не теоретическая дискуссия. Мы говорили о том, как пригласить Дух Божий в наши сердца, как осознавать присутствие ангелов, которых Бог посылает нам в помощь. Но мы также должны помнить о духовных силах тьмы, которые выступают против нас, потому что они также реальны. Это не теория. Мы должны понимать, как вести себя в этом конфликте. Эта сессия называется «Духовный терроризм». Мы можем изучать историю с помощью методов ведения войны. Первая мировая война была войной в траншеях. Вьетнам был партизанской войной в джунглях Юго-Восточной Азии. На протяжении нескольких лет мы участвуем в конфликте в пустыне. Это открытые территории, где важно расстояние и возможность быстро покрыть его. Сегодня терроризм отличается от привычных конфликтов. В революционной войне, когда фермеры и лесники боролись с британской армией, ее солдаты выходили на поле битвы в красной одежде, держа порядок на поле битвы. А лесники стреляли лишь по белкам в лесу. Они стояли за деревьями и стреляли в офицеров. Это была эффективная стратегия, но она была против правил. Мы можем понять перемены в истории, когда появляются новые виды ведения войны. А терроризм, который мы сегодня видим, это перемена. И связан он с бойцами, которые не носят униформу, не отождествляют себя со стороной. Их определяет идеология. Они не признают Женевскую конвенцию. Если вы не знаете, что это, то это правила гуманитарных операций во время конфликтов. Даже во время войн, в которых решалось будущее нации и империй, были определенные правила. Современные террористы не признают этого. У них другой моральный кодекс. Дети и женщины не исключение для них. Их используют как оружие, как щиты. Это часть конфликта. Вы можете сказать на это, что это несправедливо. И я согласен. Это перемена в стратегии и тактике. И мы будем наивны, если не будем признавать этого. Также на Земле идет духовная борьба между добром и злом. И она больше похожа на то, что мы видим у современных террористов, чем на конфликт, в котором стороны придерживаются Женевской конвенции. Это зло. По определению, это конфликт между добром и злом. В церкви мы были весьма уязвимы. Потому что слышали, что должны любить всех, что Бог есть любовь. И это правда. Бог есть любовь. И Он говорит нам любить наших врагов. Но Он не говорит, чтобы мы всегда были добры. Иисус не был всегда добр. Иисус говорил весьма жесткие вещи. В Писании Бог также не всегда добр. Он Бог суда, точно так же, как Бог любви. И церкви придется немного повзрослеть. Мы были так уверены в том, что наши угрозы далеки, что наша вера стала теоретической. Но мир изменился. Реальность такова, что мы находимся в новом мире. Церкви придется принять это. Это очень неприятная истина. Когда я говорю «неприятная», то не имею в виду, что она не так важна. Просто мы не хотим ее слышать. У вас бывало так, что после визита к доктору вы слышали неприятную истину? Ты слишком толстый. Нет, я слишком короткий. Я никогда не выигрывал в этом споре, но он кажется мне логичным. Будь я два метра ростом, я был бы здоров. Это неприятная истина. Часто это та истина, которую мы избегаем. Мы не хотим думать о ней. Мы предпочитаем просто идти дальше. Мы любим думать о чем-то более радостном. Это немного неприятно. Но на самом деле, лучше всего просто принять эту неприятную истину как можно раньше. Вы должны принять ее полностью. Я считаю, что то же самое касается и нашей темы. Важно помнить. Возможно, вы называете это бдительностью. В Евангелии от Иоанна, 10 главе 10 стихе, Иисус говорит, вор, а это сатана, приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иисус определяет параметры нашей жизни. Мы оказались втянуты в конфликт между Царством Божиим и Царством Тимы. Третьего варианта нет. Сатана и все его царство имеют лишь одну цель – уничтожить вас. Если они не могут полностью уничтожить вашу жизнь, они сделают все, чтобы помешать вам, дабы украсть у вас то, что Бог задумал для вас. Они попытаются расстроить вас, унизить вас, ограничить вашу эффективность, помешать вам, зацепить вас. Это царство мучения и гибели. А когда вы живете в аморальности или нечестии, вы приглашаете тьму в свою жизнь. Точно так же, когда вы приглашаете Бога в свою жизнь и выбираете Иисуса Господом, вы выбираете освобождение, восстановление, прощение и полноту. Иисус говорил об этом. Это не какая-то абстрактная идея проповедника. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Человек может обрести жизнь в полноте только тогда, когда признает господство Иисуса из Назарета. Он не унизит вас, не лишит вас чего-то, не ограничит вас. Он уберет ограничения из вашей жизни. Как последователи Христа мы участвуем в конфликте. Вам не нужно выбирать его. Просто потому что вы являетесь частью Царства Божьего, у вас уже есть враг. Мне это не нравится. Я не хочу об этом думать. Я понимаю, это неприятно. Но игнорирование не изменит реальность. В Послании к римлянам сказано, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Не позволь злу победить тебя, признай его таким, как оно есть. Не обращайся к нему, не давай ему власти. Но мы видим и другое задание. Мы должны побеждать зло. Это не пассивная реакция, не отступление, не изоляция. Нам дана роль в победе над злом. Мне кажется, что Церковь 21-го и большей части 20-го века пошла другим путем. Мы решили игнорировать зло. Мы просто терпели, не обращали внимания. Оно не влияло на меня напрямую, поэтому я не смотрел. Но это не наша задача. Я верю, что нам придется дать отчет, если мы будем игнорировать зло в нашей жизни. Не будь побежден злом. Но побеждай зло добром, не ненавистью, не злостью, насилием, политикой. Побеждай зло добром. Я приведу вам еще один стих, связанный с этим. Откровение 21-я глава. Это в конце Библии. Это определение победителей. Кто получит благословение и преимущество Царства Божьего в конце всей истории? Об этом говорит Откровение 21-я глава, 7-й стих. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Побеждающий. Мы переписали это на рожденный свыше, спасенный, крещенный, и я во все это верю. Я верю в обращение. Я за крещение. Обо всем этом нам говорит Библия, но это не конец. Это лишь начало пути. Задача рождения свыше. Задача спасения, повиновения в крещении. Набрать скорость, чтобы у вас были инструменты, необходимые для того, чтобы жить в победе. Не просто побеждать в тех вызовах, с которыми вы сталкиваетесь. Все сталкиваются с вызовами. Все мы сталкиваемся с разочарованиями, трудностями и прочими вещами, которых мы не хотели видеть на пути. Но они приходят к нам. Нам всем приходится иметь дело с этим. Задача царства – это встать вместе, плечо к плечу, как тело Христова, чтобы победить зло. Но мы не принимаем его. Мы хотим, чтобы его было меньше. Я хочу, чтобы Иисуса принимали в общественных школах, в колледжах. Я хочу, чтобы у нас был выбор между благочестивыми людьми на выборах. Почему мы не хотим? Бог способен сделать это. Мы слишком долго терпели аморальность. Нечестие. Библия ясно говорит, что Бог дал нам обеспечение. Мы не должны жить в страхе. Сегодня страх заполонил улицы. Мы боимся сказать, что думаем. Мы боимся за свое здоровье, за своих детей, за свои ресурсы. Страх бродит по нашим улицам. Церковь. У нас есть ответ. Послушайте, что говорит Писание. Это 97-й Псалом. Первый стих говорит, «Воспойте Господу песню новую». Вам не нужно петь новую песню, если ваша старая песня идеальна. Нам нужны новые песни. «Ибо Он сотворил чудеса. Его десницы и святая мышца Его доставили Ему победу». Явил Господь спасение Своем, открыл предотчаями народа в правду Своем. Я хочу быть частью поколения, которое увидит, как праведность нашего Господа будет провозглашена народом. Это будет хорошо. Это будет здорово, церковь. Мы слишком долго извинялись за это. Мы не хотим лезть в культуру других. Если культура несет разрушение и унижение, приносит зло в жизни людей, то есть решение получше. Наши мировоззрения отличаются. Наши системы убеждений имеют разные исходы. Нет многих подходов к Богу. Иисус сказал, «Я и сам путь, истина и жизнь». И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если церковь не верит в это, то кто поверит? Бог спасает. Опять же, без злости и критики. Исайя 42 глава. «Я, Господь, призвал тебя в правду». Правда или праведность – серьезное слово. В библейском смысле это способность стоять в присутствии Божьем без страха, вины и стыда. Все мы разбитые люди. Никто не хочет показывать темные главы своей жизни на экране в церкви. Если бы у нас были духовные детекторы, как есть детектор металла в аэропорту, и каждый раз, проходя мимо, они бы высвечивали темные моменты вашего сердца, сегодня в зале, никого бы не было. Пасторы собирались бы на улице. Но праведность приходит к нам как дар, поверивая Иисуса Христа. Также есть сила, которая живет в нас. Это Дух Божий. Он помогает нам учиться. А мы должны учиться тому, чтобы жить праведно. Вы не можете принять дар праведности, а затем предаться неправедности, думая, что получится при этом преимущество. Мы получаем дар праведности, чтобы получить помощь, силу, власть Духа Божьего. Так мы сможем жить справедно на этой земле. Сегодня на земле идет битва. Это не нечто новое. Мы не первое поколение. Приближаемся ли мы к концу времен? Думаю, у нас есть аргументы в пользу этого, но не потому, что мы видим проблемы в мире. Некоторые поколения сталкивались с невероятными, разрушительными силами. Это наш эгоизм врезается в нас, и мы говорим, о, это конец времен. А потом мы придумываем богословие, которое говорит, я не буду разбираться с концом мира. Давайте вернемся к вечеринке. Это разрушительный принцип. Когда мы видим, как растет тьма, мы должны понимать, что у нас есть задача быть светом. Это не нечто новое. В Деянии, в 4 главе, в начале появления церкви, Иисус вернулся на небо в 1 главе Деяния. Во 2, мы видим день Пятидесятницы, когда церковь становится публичной. А в 4 главе говорится, что к Петру и Иоанну подошли саддукии, священники и стражи, когда они говорили с народом, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют. «В Иисусе воскресение из мертвых». Они были недовольны, потому что апостолы учили тому, что Иисус воскрес из мертвых, называли Его Сыном Божьим. Оппозиция особо не изменилась за 2000 лет. Эта история повторяется сейчас во всех уголках страны. «Они схватили Петра и Иоанна и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Их посадили на ночь в тюрьму, потому что они говорили об Иисусе. Многие же, и слушавших Слово, уверовали. И было число таковых людей около 5000. А вы готовы провести ночь в тюрьме ради Евангелия? Или вы хотите, чтобы это сделал я? Простите, это другой вопрос. Мы стали мягкими. Мы думаем, что страдание — это припарковаться дальше второго ряда от здания. Невозможность посетить церковь. Невозможность принять участие в поклонении. Сказано, что они проповедовали радостную весть в том городе, и у них появилось много учеников. Мы бы хотели это увидеть. Много новых учеников. Потом они вернулись в лист, троиконию и антиохию, утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере. А вот их послание. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Нам придется пройти через множество трудностей. Пастор, это так странно. А мы можем поговорить о чем-то другом? Почему мы говорим о трудностях? Почему жизнь такая трудная? Да потому что на Земле идет конфликт. Духовные силы влияют сегодня на вашу жизнь. Одни из них за вас, другие против. Мы поговорим об этом поле битвы и о том, как оно пересекается с вашей жизнью. Посмотрим 19 главу Деяний. Павел пришел в Ефес. Он успешно проповедует Евангелие. 19 глава 8 стих говорит нам, придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Это послание от Царства, а не Церкви. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословие пуц. Обратите внимание на их выбор. Они отказались верить. Я не буду верить в это. Когда вы делаете выбор против Бога, то независимо от того, сознательный это выбор или нет, вы становитесь частью Царства Тьмы. Неверие — это не что-то незначительное. Библия называет неверующее сердце нечестивым. Когда вы верите Богу и Его Слову, когда вы верны Богу и Его Слову, вы в согласии с Его Царством. Когда же вы отказываетесь верить, вы читаете Библию и говорите, «Не знаю, верю ли я в это». Вы оказываетесь в опасном положении, присоединяясь к силам тьмы. И так он был в Ефесе. Многие веровали, но другие отказывались верить. Обычно они становятся оппонентами, потому что предают себя духу, выступающему против этого послания. Они начали злословить пуц. Павел оставил их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некое ватерану. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еленное. Целый регион мира услышал Евангелие. Бог творил невероятные чудеса через Павла. У вас такое бывает? Не просто чудеса, а невероятные чудеса. Оставим на потом. Так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. А вы приняли это? Готовы ли вы принять это? Я хочу, чтобы кто-то помолился за меня. Я помолился за этот платок. Положи его на себя. Я, ну, постой-ка. Я знаю, что это есть в Библии, но я хочу другого. Я понимаю, но это то, к чему нас призывает Бог. Он дает нам не только то, что мы хотим, но и учит сотрудничать с Ним. У нас был семинар на 18 месяцев, который показал, что ваши желания не всегда на первом месте. Готовы ли мы следовать за Господом, даже когда не получаем того, что хотим? Готовы ли мы открыть свое сердце и разум, служить, менять свои планы? Или мы просто будем сжимать кулаки и топать ногами, крича «Я хочу»? Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употребляться над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». И все перевернули страницу. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника. Был священник, у которого было семь сыновей. Они видели это и решили повторить. Но злой дух сказал им в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы-то кто? Это не совсем понятно в переводе, но в греческом там стоят два разных слова. Когда он говорит «Иисуса знаю», то используется одно слово, а когда он говорит «И Павел мне известен», используется другое слово. «Я понимаю Иисуса, я знаю о Павле, но вот вас я не знаю». «И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними силу. Семь братьев против одного незнакомца. Это позор. Но дальше хуже. Он устроил им такую трепку, что они, ноги и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еленам, и напал страх на всех них, и величаемо было имя Господа Иисуса. Бог взял то, что было катастрофой, ужасом, и использовал в своих целях. Многие же из уверовавших... Надеюсь, вы обведете слово «уверовавших», потому что следующие вещи происходили в общине верующих, а не язычников. Это происходило среди верующих. Павел проповедовал три месяца, и там появилась община верующих. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Вы понимаете, что среди верующих все еще культивировались плохие поступки, ответ «да». А из занимавшихся чародейством, довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Это удивительная история. Страх Господень пришел на город. Это главная задача. Мы хотим, чтобы уважение к Богу в наших общинах росло. Практически во всех местах, которые Павел посещал в книге «Деяний», происходили восстания или бунты. Я считаю, что церкви нужно перестроиться. Наша задача не быть хорошо осветленными. Мы должны быть эффективными. Мы приняли идею, что можем не побеждать, а игнорировать. Мы игнорируем грех, неприятные вещи. Если мы примем истину и пригласим Бога, Он принесет победу. И мы увидим перемены в сердце. Это повлияет на наши дома, общины и страну. Давайте помолимся. Отче, я благодарю Тебя за Твое Слово, Его силу и власть. Я благодарю Тебя за то, что Дух, ожививший Иисуса, живет в нас. Дай нам смелость, чтобы отдать первое место Иисусу там, куда Ты посылаешь нас. Я благодарен Тебе за это во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. У нас есть новый инструмент наставничества, который укрепит вас. Он фокусируется на том, кто мы во Христе. Почему это так важно, особенно в это время? Мы разделились в стране и в цели Христовом, как никогда ранее. Мы расходимся в том, прививаться или нет, носить маску или нет. Мы разделяемся на основании своей расы, экономического статуса, динаминации. В этом нет ничего удивительного. Иисус сказал, что перед его возвращением будет беспрецедентное разделение и заблуждение. Мы видим, как эти вещи процветают. Мы должны понимать, где находится наш центр, наше основание. А это начинается с того, кто мы во Христе. Прежде всего, мы граждане царства и слуги царя Иисуса. Осознание того, кто вы во Христе, это начало всего. Возьмите этот инструмент, откройте свои сердца, изучите его, и вы найдете основания, чтобы устоять в эти времена. Наши отношения с Иисусом определяют нашу жизнь. Когда мы принимаем Иисуса Господом, мы становимся полноценными. Нас принимают, любят. Мы избраны, праведны и свободны. Наша книга во Христе напоминает вам о том, кем вас называет Бог и поможет поделиться верой с другими. Она расскажет вам о многих преимуществах, доступных вам, как ребенку Божьему. Мы вышлим ее за ваш дар сегодня. Заказывайте книгу на нашем сайте или звоните по номеру, который вы видите на экране. 1-800-880-5102. Когда отношения с Иисусом становятся определяющим фактором нашей жизни, мы можем быть уверены в том, кто мы, во что верим и почему. Это позволяет нам лучше представлять Бога и Его Царство. Вместе мы меняем мир. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служения, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Алина Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего. Многие из вас лично посетили служение пастора Алина Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служения и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Алина и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok